Правозащитная организация Amnesty International представила свой ежегодный отчёт о состоянии прав человека в мире. Он охватывает 159 стран. Согласно нему, мировые лидеры всё чаще используют наполненную ненавистью риторику, что усиливает дискриминацию меньшинств. «Распространение ненависти в отношении целых групп людей на основании их происхождения приводит к одному и тому же результату. Когда лидеры усиливают это или закрывают на это глаза, начинают разворачиваться ужасающие события, часто фатальные». На прошлой неделе США призвали Совет безопасности ООН привлечь армию Мьянмы к ответственности за этнические чистки в отношении мусульман Рахинджа. В настоящее время в зоне на границе между Мьянмой и Бангладеш в ловушке оказались более шести с половиной тысяч Рахинджа. Amnesty призвала международное сообщество отреагировать на преступления против человечности и военные преступления в Мьянме, Ираке, Южном Судане, Сирии и Йемене. «В 2018-м лидеры должны подготовиться к тому, чтобы решить сложные задачи – от беженцев до защиты активистов и предоставления людям доступа к базовым услугам». Также в отчёте отмечается, что лидеры в таких странах, как США, Китай и Россия, не отстаивают гражданские свободы, а вместо этого нарушают права человека. Президента Дональда Трампа обвинили в том, что он сделал шаг назад в защите прав человека, когда в январе прошлого года ввёл запрет на въезд в США для граждан нескольких преимущественно мусульманских стран. Что касается Китая, то там, согласно отчёту, коммунистические власти оказывают давление на активистов в Гонконге, а также арестовывают протестующих и демократических активистов на материке. «Китай использует своё влияние в регионе и других регионах, предлагая правительствам строительные и инфраструктурные проекты, что очень приветствуется. Взамен он оказывает давление в других вопросах. Например, многие страны под таким давлением были вынуждены депортировать людей назад в Китай, где их могли ждать пытки и жестокое обращение». Согласно отчёту, власти Китая также продолжают репрессировать приверженцев мирной духовной практики фалуньгун. Их незаконно лишают свободы, подвергают пыткам и другим видам жестокого обращения. В Африке кризис с правами человека также усугубился. Особенно это касается западных и центральных стран континента. Так, в Того, Гвинея, Эфиопии и Кении власти использовали силу и незаконные аресты, чтобы подавить протестующих.